24 и 25 ноября на территории молодежного центра прошло открытое первенство Железногорска по судомодельному спорту. В соревнованиях приняли участие 43 спортсмена-судомоделиста из Красноярска и Железногорска. Мы большое уделяем внимание развитию тому, чтобы у нас было техническое творчество среди ребят. В этом отношении судомодельный спорт, который мы сегодня видим, представлены соревнованиями, это конечно один из серьезнейших технических видов спорта. И он имеет большую традицию здесь на территории Железногорска. У нас даже были в свое время чемпионы Советского Союза по судомодельному спорту. И сегодня мы видим о том, что молодежь, маленькие ребята приходят сюда и приобретают навыки, приобретают знания по моделированию судовых кораблей и яхт. Это очень важно, потому что в будущем это будет прологом их большой, хорошей профессиональной деятельности. В начале соревнований прошла стендовая оценка моделей. Затем соревнования продолжили в сборно-разборном бассейне, который был установлен в большом зале молодежного центра. Первыми в скорости и точности соревновались подводные лодки. А затем в бой ринулись конструкторы катеров и кораблей различных классов. Приятным событием соревнований стало вручение удостоверений спортсменам-перворазрядникам, которыми стали не только взрослые спортсмены, но и судомоделисты-школьники. Я занимаюсь судомодельным спортом. Начал заниматься 4 года назад. У меня привлекла сама идея построения корабликов и запускания их в бассейне на воде, в любом месте, где есть вода. Но были первые, вторые, третьи места. Вот получил первый разряд. В итоге победителями в своих классах моделей стали Ганюшин Дмитрий, Агафонов Герман, Гарус Владимир, Попков Иван, Миронов Дмитрий, Миронов Денис, Попков Никита, Ермош Алексей, Попков Роман и Миронов Сергей. Несколько из названных ребят становились победителями два или даже три раза в разных классах моделей судов. Впервые в соревнованиях приняли участие девушки. Победителем среди них стала Малащук Лика. Поздравляем всех спортсменов и желаем им в будущем новых стартов и новых побед. Никита Дебус, Максим Лисеменко. Специально для канала проекта «Школа Росатома» Атом.ТВ Субтитры создавал DimaTorzok